огурцы кладем в холодную воду я положила в холодную воду и вот этот тазик у меня поместился в холодильник на два часа если у вас не помещается вы можете просто холодную воду положить это делается для того чтобы при стерилизации огурцы не сварились и в дальнейшем они будут хрустящими зелень я всю обдаю кипятком всегда если мариную огурцы там помидоры всегда зелень обдаю кипятком это у меня сушеный сельдерей тоже всего лишь пару секунд подержу все и сливаю воду и сейчас солью здесь тоже сельдерей делаю я это чтобы банки в дальнейшем не взрывались потому что зелени очень много всегда пыли остается как бы вы их не мыли они всегда где-то что-то застревает зелени эти я уже все обработала кипятком просто наливаете кипятка на несколько секунд и все я еще добавлю корень сельдерея и так собираем баночки покажу вам пока на баночке значит на дно кладем я уже распределила значит зелень чтобы не тянуть время здесь у меня веточка значит вот этот набор который продается обычно весь полный набор там вишня листик винограда хрен и от всего получается я взяла маленький кусочек потому что баночка то мне всего литровая вот кусочек укропа вот веточка вот этого укропа здесь у меня сушеный сельдерей все это кладем на дно кладем сельдерей кусочек у меня там и сушеный сельдерей и корень вот этот острый стручковый перец я кладу вот столько потому что он очень острый дальше одну лаврушку несколько горошин штучек 4 наверно хватит черный перец горошек и вот такой вот один душистый перец этого хватит нарезаем чеснок дальше собираем огурцы срезаем попки делаем надрез 2-3 места собираем вертикально чтобы поместилось больше образом, чтобы поместировать за ходиonne целью. Показать на металле рушку вверху в Лунуково за октябровую malfeхального по зелену. в конце концов, мтажка очки кроме полной рушки вверху вверху , вверху 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 и вверху 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 . Исперянули кGR-вверху вверху 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 вверху. так я снизу не положила петрушку поэтому положу сверху две-три веточки петрушки так просуну здесь и делаем крышу из болгарского перца они еще осядут так что все нормально болгарский перец нужен мне для аромата и плюс когда я буду заливать горячий кипяток чтобы он как бы не сварил огурцы будет как бы придерживать итак следующая банка кладем нашу зелень который бабушки продают сельдерей острый перец значит лаврушка черный перец горошек несколько штук один душистый если есть чеснок 1 2 зубчика дальше огурцы и раскладываем петрушку снизу положил здесь получится между немножко утрамбовываем потому что они когда замаринуются еще осядут место освободиться надо аккуратно разложить можно утрамбовывать но очень аккуратно чтобы не помять огурцы вот так вот дальше делаем также крышу заливаем кипятком закрываем я закрою обычно силиконовой крышкой и оставлю остывать минут десять банка у меня не винтовая поэтому а закрываю обычной резиновой крышкой крышкой и оставляем остывать на десять минут первый раз остывает быстро потому что огурцы холодные так прошло десять минут сливаем банка остыла слегка теплая но затронуться нужно итак это вода видите уже немножко опустилась даже вниз все это вода нам не нужно выливаем заливаем еще раз кипятком итак 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 все закрываем крышки вновь и оставляем остывать уже на 20 минут так прошло 20 минут сливаем показываю вам на одной банке чтобы вы не запутались вернее я здесь уже показала но оказывается вот я уже закатала показала что я не включила камеру еще показываю еще раз маринад второй раз заливаем сотейник добавляем одну столовую ложку соли там столовая ложка совсем с небольшой горочкой немного вот и чайную ложку сахара с горочкой здесь у меня подготовлена значит один сок одного лимона это где-то вот стаканчик 100 граммов здесь где-то 80-100 грамм лимонного сока вместе я отжала вместе с мякотью но без белой пленки белая пленка дает горечь нам надо чтобы сахар и соль хорошенько растворились чтобы маринад закипел маринад наш закипел добавляем сюда сок одного лимона чтобы лимонный сок тоже нагрелся видите маринад какой немножко мутный это из-за того что там лимонный сок с мякотью дальнейших баночках покажется что маринад банки мутного ты не волнуйтесь это всего лишь плавает мякоть лимона горячий маринад заливаем баночку быстренько закрываем крышку и так закончила я закатывать после того как закатываем переворачиваем и даем полностью остыть дальше можно убирать в кладовку одеялом накрывать не надо потому что они достаточно если вы все сделали правильно самое главное вот эту зелень перед тем как в баночке раскладывать это для любого значит соления маринадов лучше как бы кипяченой водой ошпарить потому что зелени иногда остается между листочками незаметные такие но пылинки которые в дальнейшем могут испортить любой маринад поэтому самое главное вот хорошенько обработать зелень дальше чтобы огурцы были хрустящими где-то на два часа холодную воду и в холодильник если нет возможности просто хотя бы в холодную воду можно два-три кубика льда воду положить и так будет холодная вот посмотрите первый который я закрыла она уже поменялась цвете посмотрите уже такой цвет уже маринованных огурцов почему я вот у меня есть на канале ролик где я показываю три вида маринада там среди них есть этот огурец маринованный я решила сделать отдельный еще ролик специального для него потому что но он нереально вкусный и ароматный получается хотела вот именно уделить такое внимание именно этим огурцам и меня они безумно нравятся это турецкий вариант вот маринованных огурцов мне очень нравится поэтому я вот хотела поделиться со всеми чтобы мне вкусно и всем было вкусно вот зимой открываете аромат маринованных огурцов смешанных с ароматом лимона это нереально вкусно и ароматно и плюс очень хрустящий у меня есть на канале ролик где я называется открываю закатанные банки вот там я открыла одну такую банку и показала как он выглядит зимой и какой у него хруст то есть год спокойно может храниться может и дольше может просто мы никогда не храним столько обычно все съедается особенно если вкусно так что хотела вот именно уделить внимание этим огурцам с лимоном подходит и диабетикам и кто не ест уксус как бы ну этот вариант идеально просто вот мне очень они нравятся надеюсь и вам тоже понравится надеюсь но мне сейчас тяжело очень далась дался этот ролик что снимаю ночью например 1 закатала маринад а коса и вообще не снимала в общем тяжело дался этот ролик вот извините есть что-то не так все надеюсь вам все понравилось всем пока пока